Ну и что же, как бы нам не было грустно оставлять здесь нашу лодку и уезжать из городка Самара, где мы прожили практически полгода. Но мы двигаемся дальше, запаковав все свои вещи с немалым трудом. Мы двигаемся на юг этой прекрасной страны Коста-Рики, на полуостров Оса. Что там все влезло? Вот просто нету даже сантиметра. С городка Самара мы по побережью отправились в Пенинсулу Оса. Продолжение следует... Ну что, мы добрались до полуострова Оса. Добро пожаловать в джунгли! Пальмовое масло присутствует почти во всем и содержится практически в 50% упакованных продуктов, которые мы находим в наших супермаркетах. Начиная от пиццы, пончиков, дезодорантов и заканчивая шампунями, зубными пастами или губными помадами. Но учитывая факт, что она настолько универсальна и популярна во всем мире, пальмовое масло остается основным фактором обезвлесения некоторых самых разнообразных лесов в мире, включая Коста-Рику и ее джунгли. В 2020 году Коста-Рика была крупнейшим экспортером пальмового масла в Центральной Америке. Полуостров Оса, где мы проведем следующие несколько дней, является наиболее биологически интенсивным местом на всей планете, по словам National Geographic. У нас есть уникальная возможность сегодня отправиться в ночные джунгли. Мы берем ночной тур в джунгли Коста-Рики. Возможность увидеть различных ночных животных, лягушек, змей и тому подобное. Идем в пикапе, прямо в джунгли. Ну, все, лишь 6 минут от нашего сточки назначения. Наш гид рассказал, что его семья в 1928 году купила огроменный участок от пляжа до джунгля, и они построили сейчас там ферму большую, там очень много деревьев, и у него мечта переехать от пляжа и поселиться обратно. В джунглях, потому что около пляжа очень много людей, туристов, шумно, короче, они уже так это не любят, вот, поэтому он хочет переехать в джунгли. Что там? Рыбка. Красивая? Не-а. Шли до реки, увидели одну эндемичную кревеку с голубыми ручками, и сейчас около этой реки, рядом с ней тоже могут быть змеи. Рыбка. Нашли мы след, след Тапира. Малыш сказал, что сейчас пойдет по следам. Что-то услышали, идем по следу. Хотя что там? Пока прибеги. Нам посчастливилось наткнуться на емкоголовую гадюку, которая считается самой ядовитой змеей в Коста-Рике. Посмотрите на остальных существ, которых мы увидели на этом туре. За чудо, я первый раз вижу уже лягушку, но еще остался хвост от головастика. А вы бы пошли на ночной тур в джунгли? Мы пошли, и нам понравилось. Хотя это было больше похоже на ожидание своего писающего друга ночью с фонариком в лесу. С вами были Таня и Юра. Увидимся в следующем эпизоде.